Поворачивайтесь. Просто одним словом, как можно назвать ту биографию жизни, которая охватывает момент рождения до сегодняшнего дня. Или отделить, чтобы биография, например, он прикидывалась. Но пока еще 143-140. Почему-то обратно отчет началось. Я был 143, я стал сутрицаемен. Возможно, они перезаходят. Я думаю, что время просто не оттягивать. Все, кто хотел, смогут участвовать. Давайте посмотрим, что у нас получается. Предприниматель. Суперкруто. Мы приглашали на это встречу предпринимателей. Потому что я сегодня больше постараюсь рассказывать не о своей работе, а о Министерстве цифрового радиотекса управления. У нас название министерства очень длинное. Обнимательнее смотреться к министерству цифрового развития государственного управления. Про это не будем говорить. Постоянно говорить о информационных технологиях. Об этом, по-моему, и связи, да? Потому что, что касается как-то государственной сферы, как иногда часто люди говорят, газухой, да? Потому что вам это, во-первых, и не всегда интересно. Ну, и здесь, наверное, больше информированы из-за всего разных причин. А также формированных глупостков, всего того, что происходит. Какие вот интересные... Если вы как-то зафиксируете, как-то принимаете... А, есть трэш, центры, да? Блестящая, мечтатель, счастливая, капиталисты есть, интеграторы есть, успешный успех есть. Из интересного, праховая бочка еще в риганские блоки. Праховая бочка, ракета, профи, продюсер, польза, пограничник. Биткоин, игра, жесть, ищу жену, уже никто, да? Горе от ума, тоже часто бывает, да, у нас вот, знаете, в индустрии, вот мы любим, знаете, фото совершаться, доводить, оптимизировать, оптимизировать, пока там что-то не сломается, и потом, в ночь или там выходные работать. Лидер, счастье, обучение. Супер, ну, я думаю, скриншот мы это сделаем, потом закинем в общественный канал, и давайте перейдем ко второму вопросу, тоже сразу, чтобы немножко разогреться. Уже, если мы говорим о предпринимательстве, здесь предприниматели, стартаперы, основатели компании, руководители SEO, SEO-левел. Каким бы животным бы охарактеризовали свой бизнес, да, кто это животное? Тоже просто попробуйте какую-то такую простую ассоциацию привести, если вот ваш бизнес, стартап, представить неким живым существом, да, просто, чтобы не сказать, может быть животным, хит, да, вот это вот. Мне кажется, мы сейчас разделимся на хищников и травоян, вот так. Возможно, кто-то напишет, что его бизнес это улитка очень хорошая. Уже 100, больше 105. Давайте включим сразу вот круглость в углах и тега тоже. Посмотрим, что у нас получается. Лев. Круга. Так, тигр. Амжирабды ты видел? Да, да. Тоже интересно. Бандера. Тимин. Слон есть. Лошадка. Еще жена, кстати, там также есть, да? Да. На сих пор продолжается. На сих пор еще. Тернозавр. Черный ягуар. Пантера. Вот жираф сместился в центр. Пингвин есть. Интересно. Тайдер есть. Альбай. Котик. Бизон. Кого-то питается. Просто человек. Тимин. Варда. Но такие животные, которые больше к хищникам относятся. Травоядок, чуть-чуть в госпитальном мире. Там журав, наверное. Травоядок. То есть там кио, газеек немножко. Учитывая, что чем больше крупней шрифт, тем чаще упоминаем. Тоже интересное наблюдение, на самом деле. В разных, наверное, может быть, индустриях, или, может быть, в разных, наверное, исторических поплах все-таки есть определенные тренды. Потому что хищник должен бороться, должен добывать, в себе как бы пропитание. И о хищнике никто не позаботится, да? Спасение Топаича, да? Супер. Я попрошу включить презентацию мою. Чередьяков появился. Там еще было написано, что человек живой после лопаты. Так. Ну, у нас люди здесь креативные. Пошутить. В целом, да? О чем мы начали говорить? Мы очень внимательно следим за индустрией, за тем, каким образом прорастает компания. Мы не уходим в сложные там, знаете, метрики, там, добавленная стоимость, там, прибыль, там, можно там копать и копать, как у нас и директор. В целом, мы смотрим в целом на роличку, что же у нас происходит в компании. Для нас очень позитивный тренд в силу разных обстоятельств, которые вот до 7,7 миллиардов в прошлом году, ну, скажем так, 7,8 миллиардов мы взяли в период 4-5 лет, потому что более такая понятная оценка, да? А последний период. Мы видим, что мы растем. Это, с одной стороны, не может не радовать, с другой стороны, мы понимаем, что у любого такого, как бы, экспоненциального роста есть определенный период такого динамического развития, потом, который переходит некой плата. Ну, естественным образом, мы прекрасно понимаем, что рынки освобождены. Никаких, то есть, рубежные компании, которые фактически смотрели на Россию, как на колониальную страну, и те решения, которые многочисленные просто здесь, не просто продавались, да? Я не хочу никого ответить, но мы прекрасно знаем, как этот бизнес был устроен, начиная от больших там ERP-систем, заканчивая операционными системами. Это те компании, которые не просто были бизнесовыми компаниями, компаниями, с которыми настояла и государственная поддержка первого численностей штата Америки, вообще такого западного мира. Это и возможность нам сегодня, в конечном итоге, занять те ниши, которые вот нам практически бесплатно подарили. И здесь, ну, мы этой возможностью не только не должны не упустить, но и прекрасным образом воспользоваться. Потому что, ну, все-таки Россия большая, и Татарстан может быть вот этим облоком, который с помощью господдержки, с помощью поддержки такого как корпоративного взаимодействия с большими компаниями, с помощью плагирования интересов, которые мы можем, с учетом такого мощнейшего института, как РАИС Республики Татарстана, Устана Магрича Нейхана, так, который пользуется безусловным, большим авторитетом на федеральном уровне, и у президента нашей страны, не только предлагать, но и продвигать свои идеи, которые мы можем воплотить для того, чтобы создавать новые отрасли в Татарстане. И эти отрасли были, собственно говоря, давали и новые рабочие места. И в этом плане мы будем очень внимательно следить. Нам важно в точной обратной связи, что же мы еще в Татарстане можем вместе с вами придумать и продумывать для того, чтобы цифра 225 миллиардов рублей превратилась 500 миллиардов рублей в каком-то обостримом горизонте. и где-то там, где-то в далеком сутном будущем, придется два-три года там будет. Здесь тоже будет очень интересно. Для контекста, у нас в этом году количество юридических лиц предусловно 207 компаний больше, какие-то открываются, какие-то закрываются. Для нас это тоже позитивный тренд. Есть компании, которые переезжают на Татарстан из других регионов, есть компании, которые создаются здесь, в эти партии, в иноболисе, на Альберджуна, в Альмейске, в других городах. И численность работающих в области сегодня это более трех процентов. При том, что в Татарстане нефтедобывающая, нефтехимическая республика, мышоностроительный кластер, КАМАЗ, оборонно-промышленный комплекс, начиная от казенного, братового завода заканчивается строительным заводом, белым лебедем, и самолетами, и пароходами, и Зинатольский завод. Мы как будто с одной стороны маленькие в этом большой экономике Татарстана, но надо понимать, здесь, наверное, мне кажется, что в большинстве случаев очень постарше вас, и когда вернулись на два лет назад, была компания ICL, скажем так, это ОВС, исторический, который сохранил свое предприятие. Ну и какие-то такие были компании, которые, можно сказать, что их не было. Не было этих Татарстан никогда, в прямом смысле слова, о котором мы говорим. И это вселяет уверенность о том, что как бы сложно не было, как бы глобально мы не конкурировали с глобальными рынками, с глобальными рынками капитала. Не говоришь о человечном капитале, да? Как говорится, купил билет, взял мутбок и перелетел в другую страну, и ты веди свой цифровой кончейк и бизнес в любой другой страны. И это ясно очень серьезно для нас. Как бы, с одной стороны, у нас преимущество, с другой стороны, является тем элементом, который, о котором мы очень сильно думаем. Потому что, что мы можем в Татарстане привозить такого, чтобы не хотелось переехать в Москву, в Питер, в Дубай, какие-то другие локации, которые предлагают сумасшедшие какие-то налоговые преференции или какие-то другие, которые посыл делают. в Татарстане. Хотелось бы, наверное, еще к этому вопросу перейти. Он очень серьезный, этот вопрос. Ему можно, давайте, как я уже сказал, к этому вопросу перейдем. Вопрос очень серьезный, хотелось бы просто получить ваше экспертное мнение. Можно перевести на экран, я его прочитаю, но он легко у нас отображается, да? Если бы вы могли разработать допустим, приложение, да, я по словам приложения имею вот такое, что-то, да, которое мгновенно решит одну социальную проблему в России, какую бы проблему вы выбрали? Это такой несколько метафизический вопрос, да? То есть попробуйте вот просто сфокусироваться, что с точки зрения как бы IT, с точки зрения может быть какого-то такого, грубо говоря, прям в голове представить образа, некого приложения, некой платформы, которое могло бы решить только одну, и вот так, ну, скажем так, быстро, очень уступаясь социальную проблему, которая присуща Российской Федерации. Тоже долго не думайте, я попросил бы выкидать как бы ваши идеи и мысли, посмотрим, как наш коллективный разум на это реагирует или смотрит, да? Здесь уже сложнее, чем прошлый раз. Форс подачи уменьшилась, да, вот там, 70 уже, абсолютно у нас было 100. Назвайте себя альбом с жратным очень легко и просто, да? А вот когда уже переходят какие-то темы какого-то стратегического плана, да? как говорится, о том, как нам быть, как нам развивать страну, как развивать свой бизнес, как платить зарплату своим сотрудникам, в конце концов, да? Как получить ту или иную сделку на B2G рынке, как вообще общаться с государством, которое сто раз такими правилами меняет, да? Такой B2G тоже, который очень специфический, особенно, в поле, там, контрактной системы, да? Ну, давайте включим, да, что получается. Мне очень интересно образообразование. да, ну, тут дураки рядом на поезде, видимо, с этим связан, да? Бедность вижу с достаточно крупным шерифом. Я вот по размеру шитовую буду смотреть, да? Остановилась. Так, остановилась. Да, остановите, пожалуйста, поезд, я с него сойду. Ну, давайте просто тоже, наверное, перечислим, вы мне поможете. Воспитание молодёжи, доверие незнакомцев, гумовство, медицина, голод. Интересно, да? Миграция. 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 Телемедицина. Накормить всех людей. Оттупление подростков. Образование детей. Образование детей. Обнаружение заболеваний. Покупленки. Здесь я вот так. Могу нажал. Я выбираю записи. Ты счастлива. В3.0 во всем Евросе. Все подписалось. Долго прошло, да? Экологическое развитие комьюнити. Статистическое здоровье. Несомненно, круто, что, на самом деле, с одной стороны, как будто ожидаемо было. С другой стороны, когда ты видишь ответы, что кажется ожидаемо, в каком-то смысле какой-то некий парадоз возникает. Когда мы говорим про образование, мы сами как бы являемся результатом этого образования. то есть тридцатьлетние системы, которое мы любим говорить советское время, так образование, так образование, так образование, так образование, там вот так. И мы вроде кого-то не учили, чёрт, что ты как-то улучшил. Но, с другой стороны, всем в этом зале я голодных, значит, бедствующих людей не вижу, да? Как-то бизнесом вы занимаетесь, успешно занимаетесь, критически мыслите, да? Какие-то идеи мыслить. И как-то возникает вопрос, либо мы иногда не как бы инерцией думаем, некими штампами, да? Как будто кем-то или чем-то к кому-то навязано. С другой стороны, те мы любим этот критик ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ. Но, с другой стороны, я на ЕГЭ не попал. Но я считаю, что это великолепное изобретение, потому что это решило коррупционность составляющей вышеучебного образования России. Вот когда я с деревни приезжал в Казань, у тебя ни копейки денег заплатить нет, а раньше просто ты должен заплатить, и ты поступаешь на какой-нибудь модный факультет. Нет денег, ты не поступаешь. Какой ты там умный, там нет. Мне просто повезло, на самом деле, в течение обстоятельств, потому что профессор, кто принимал у меня экзамен, он ко мне подошел, список у меня нет. Там были заранее составленные списки, группа 26 бюджетников, у меня списки нет. И тут вот что-то надо сам как-то делать, да? Я чувствовал совесть, как у него, как она играла. Я, кстати, профессора недавно встретил на улице, подошел к нему, поблагодарил. Он, наверное, скорее всего, не помнит. И очень сильно удивился. Но тем не менее. И вообще, в целом, возвращаясь к образованию, я к этому сладу перейду. Следующий вопрос. Про первый IT-бак. 2009 год. Социальная сеть Facebook появилась в каком году? В ВКонтакте появился в 2006 году. В ВКонтакте появился в 2006 году. Мы вообще не жили, были аспирантами, подходит, со мной на комнате прорывает, говорит, знаешь, такая социальная сеть появилась. Я говорю, что такое социальная сеть? Вот мне объясняет, а я не понимаю. Я говорю, ну как понять, что такое социальная сеть? Я говорю, что, по такому критическому мудрству Стану Мухалевича, в 2009 году появился первый IT-бак. Он стал таким большим катализатором, потому что для того, чтобы был не эволюционный рост, эволюционный развитие, а был интенсивный рост, мы знаем очень качественную инфраструктуру. Всегда можно ходить. Ну вот. Я помню тебе разговор в те времена. Вы там построили здание, она там дорого стоила. Нет, чтоб людей вкладывать. Давайте будем ее там учителя вратать. Образовая им там раздать. Вот вы в кирпичи, вот вы там гранитную плитку, и так далее, и так далее. Ну это все, опять, на мой взгляд, я могу, может быть, профессионально ангажирован быть. Я считаю, что когда появилась инфраструктура, где люди могут вместе встречаться, общаться, не просто создавать какой-то там U-адрес находиться, да. Binance Incubator, который там был, у нас успешно работал. Например, такие истории успеха, у нас компания Adas есть, кто-то слышал, да. Презент Binance Incubator. Много-много, много может быть примеров, когда ребята просто проходили с студентами, из МАТа, не понимали, как вообще куда там это, что-то вот мы как бы в интернете слышим, кремнием удалима. И ты как бы получаешь вот это, как бы не образование, а какую-то некую жизненную школу из тех товарищей сообществ, которые рядом с тобой находятся. И вот наша тоже такая задача в сегодняшней встрече, чтобы это горизонтальное общение у нас очень было, да, потому что очень важно, чтобы у нас был такой, у нас в России-то это, как будто мы то, что, как будто мы не имеем. Кстати, вопрос в телеграм-канале мы тоже сегодня написали. Рад Ринанкович, нужно побольше IT-мероприятий, нам нужно развивать сильный комьюнити, мы друг друга не знаем, нам нужны поводы, мы готовы приходить, встречаться, рассказывать, и так далее, и так далее. Успешно работает. Был интересный кейс. Помню, как это все происходило. После этого у нас появился, как сказать, набежный челнок. Вот ребята тоже я знаю, альти-компания с набежным челноком приехали. Стояло здание, КАМАЗ. Какой IT-набежный челнок, а почему с ума сошли там? Есть только КАМАЗ и так далее, и так далее. Тоже было поддержано, реконструкцию привели, ребята работают, и сейчас уже мы и насчет Казани, конечно, думаем, и набежный челнок, в том числе, ставят задачу, и КАМАЗ ставят задачу, чтобы было бы классно, чтобы этот площадь в 90-х, заполняющийся площадь выше, чем в Казани. Как ни странно, хотя было несколько лет назад по-кругому, давайте на обежный челнок еще одну площадку, где могут приземляться компании. Субморки к нам стали перевезти. вот этот, как бы, северо-восток был тоже, как бы, некий магнит. Конечно, Иннополис, да? 2015 год, это такая правильная, еще раз, как бы, политика, руководство республики, что там одним антипарком не обойдешься, появился университет Иннополис. Есть ли тут выпускники университета Иннополис? Бакалава либо магиста? Нет, они все в Иннополисе. Не доехали. Да, там стоит такое, значит, выступаешь, за тебя, по сути, образование гранты, поленоплач, и в Иннополисе в этих компаниях работают. Очень сложная модель, денег на Иннополис в федеральном бюджете нет, это, по сути, частный университет, здесь и помощь Артаму Нургалеевичу, и помощь в бизнесе, и так далее, но, тем не менее, его такая, как бы, гравитационная составляющая на пусть, конечно, в первую очередь, университетское образование, инженерное образование, и мы сейчас думаем над тем, я в конце об этом буду говорить, пытаться это масштабировать, потому что университеты на пусть представляют 200 выпускников в год, и для Татарстана им точно не хватает, я в России точно молчу, да? здесь вопрос, как он штамбирует. И, так, давайте следующий вопрос. Вылезти из экрана. А какое ваше любимое место для генерации новых идей? Тоже будет. Тем более, может быть, предметно будет, тем будет, наверное, интересно посмотреть, посмотрим, как люди... у меня одно место есть тоже, я тоже потом поделюсь обязательно. Может, согласами участвовать. Мне кажется, сейчас расскажу, где эти иногда, ну пусть, не гениальные идеи, но новые идеи, точно меня рождаются, находясь...